Всем привет! С вами Филипп Березин и новости от Приан. В непростое время мы живем и последние известия с рынков мировой недвижимости это подтверждают. Сегодня буквально чуть-чуть о Финляндии и Египте, а больше всего разумеется опять о Турции. Для разминки цифры из Суоми. Финская недвижимость остается интересной. Во-первых, тем, кто уже является собственником и его волнует, сколько же теперь стоит его жилье. Ну а также тем, кто не испытывает трудности с передвижением, то есть имеет или ВНЖ в Европе или гражданство другой страны и хочет дачу в северных широтах. Такие, кстати, тоже есть. Местный рынок падает. В третьем квартале продажи вторички в стране снизились на 30% в годовом выражении, на новостройки и вовсе на 60%. Цены на не новое жилье упали более чем на 7%, причем более всего в окрестностях Хельсинки. Ванта и Эспо это почти минус 10%. Вот новостройки подешевели умеренно минус 3,5%. Высокие ставки, слабый внутренний спрос и перемен в ближайшие месяцы не ожидается. Хотя продолжение столь значительного падения, в общем-то, тоже. Ну а теперь к теме номер один, во всяком случае теме номер один этой осени. Это, конечно, недвижимость Турции и все, что с ней связано. Начнем с изменений, связанных с правилами выдачи ВНЖ собственником. Мы уже рассказывали, власти страны подняли порог входа до 200 тысяч долларов. При этом никакого постановления на этот счет в открытых официальных источниках до сих пор не опубликовано. Но Миграционная служба факт повышения порога подтверждает, так что изучаем. Повышение произошло 16 октября. Действует для всех районов страны. Объект, как и раньше, должен находиться в открытом под ВНЖ районе. Собственников, которые получили ТАПУ до 16 октября, этот закон не касается. Они будут оформлять либо продлевать ВНЖ по старым правилам. И делятся они сейчас на несколько групп. Те, кто получил ТАПУ до 26 апреля 2022 года, те, кто получил ТАПУ до 1 июля 2022 года и те, кто получил ТАПУ до 16 октября 2023 года. Если сказать кратко, то при подаче на ВНЖ Миграционная служба теперь будет обращать внимание на такие критерии, как дата получения ТАПУ, кто вписан в ТАПУ, закрытый или открытый район, какая оценочная стоимость. И, как я уже сказала, с 16 октября во внимание берут и кадастровую, и оценочную стоимость объекта. Для всех категорий действует единое требование. В ТАПУ должен быть указан один собственник, либо максимум супруг или супруга и дети до 18 лет. Кто-то один из супругов получит ВНЖ со статусом на основании владения недвижимости, а другой туристический ВНЖ на основании воссоединения семьи. Если в ТАПУ вписаны мама, папа, сестра, брат, бабушка, совершеннолетние дети, ВНЖ будет отказано, даже если это продление. Популярный вопрос, а что делать тем, кто купил недвижимость до 16 октября, но ТАПУ, документ на собственность, еще не оформил, а хотел бы. Тут порадовать откровенно нечем. К сожалению, они попадают под новый закон. Если они планируют получить ВНЖ по ТАПУ, там должна быть указана и кадастровая, и оценочная стоимость 200 тысяч долларов. На Анталийском побережье кадастровая стоимость занижена на 30-70 процентов, поэтому найти недвижимость под ВНЖ, так же, как и под гражданство, будет сложно. В связи с этим объекты разделятся на несколько категорий. Это будут объекты под ВНЖ, под гражданство и просто для отдыха. Законы в Турции меняются стремительно, и логично, что следующим шагом станет повышение порога на получение гражданства Турции по инвестициям. На данный момент инвестиционный порог составляет 400 тысяч долларов кадастровой стоимости. Ожидается, что его поднимут до 750 тысяч долларов, а возможно и до миллиона. Поэтому тем, кто планировал приобретать недвижимость для получения турецкого паспорта, советую делать это сейчас. Другая боль – новые правила сдачи турецкой недвижимости в краткосрочную аренду. Вот они как раз в минувший четверг были опубликованы. До этого было множество слухов, но вот теперь есть документ. Сразу скажу, он тоже не на все вопросы отвечает, но многое, очень многое прояснилось. В основном, к сожалению, негативное. Главное, этот закон вступает в силу 1 января 2024 года. Краткосрочным по нему считается срок до 100 дней. Соответственно, новые правила вводятся только к аренде на меньший период. Сдавать на короткий срок официально можно будет только в комплексах, имеющих соответствующую лицензию от Министерства туризма или в уставе которых прописана возможность подобной сдачи. С новыми проектами кажется все проще. Они могут до выдачи первых ТАПУ получить лицензию или вписать в устав соответствующее право. Более того, я не сомневаюсь, что новые проекты воспользуются этой возможностью как некой маркетинговой фишкой. Сложнее с уже функционирующими комплексами. Даже тем, в которых ТАПУ хотя бы одному жильцу уже выдано. Понятно, что никаких лицензий у них нет, скорее всего. И в уставе ничего не прописано. Такой нужды просто не было. Но вот теперь для того, чтобы в подобных домах краткосрочную аренду разрешили, нужно получать согласие всех жильцов. Вопреки слухам, никаких послаблений ни в одном регионе сделано не было. И это, конечно, удар. Удар для инвесторов. Оценить число их можно приблизительно. Где-то 30-40% иностранных собственников зарабатывали или, по крайней мере, хотели зарабатывать на аренде. То есть это десятки тысяч человек. Что же им делать теперь? Ну, можно сдавать в серую. Тут риски понятны, но, думаю, часть все равно пойдет на такой шаг. Другая возможность. Продать свою недвижимость. Это, безусловно, приведет к снижению цен на вторичном рынке, особенно в туристических регионах. С другой стороны, те, кто покупали полтора, два, тем более три года назад, даже скинув 25-30 и больше процентов от текущих цен, в накладе не останутся. За это время в долларах, евро цены же выросли куда сильнее. Ну и, наконец, можно все-таки немного подождать. Какие решения предложат местные агентства? Ведь их нынешняя ситуация тоже совсем не радует. Главное, не стоит паниковать. В эти дни, даже буквально в эти часы, поступают разъяснения со стороны Министерства туризма. И ключевой вопрос сейчас. Как практически в уже действующем комплексе получить соответствующее разрешение? Мы ждем реальных решений и обязательно в ближайших выпусках ответим на этот вопрос. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы будем публиковать советы и кейсы максимально оперативно. И в заключении о Египте. Последние месяцы мы говорим о местной недвижимости регулярно. Африканскую страну, точнее ее недвижимость, аналитики все чаще называют точкой роста. Во многом он связан с интересом со стороны обеспеченных граждан и даже государств Персидского залива. Вот всего две цифры. С начала 2021 года институциональные инвесторы региона вложили в недвижимость и инфраструктуру Египта огромные 118 миллиардов долларов. И второе. Это результаты опроса от Night Frank. Одной тысячи профессиональных частных инвесторов стран Персидского залива, имеющих капитал от 1 миллиона долларов. 94% из них рассматривают инвестиции в недвижимость Египта. Причем больше половины в течение ближайшего года. Из них треть рассчитывает зарабатывать на аренде. Ожидаемый доход от 4 до 8%. Не бог весть какая цифра для развивающегося направления. Хотя ничуть не более правильным будет ориентироваться на сверхдоходы, которые получали из-за стихийной эмиграции собственники на таких же рынках в 2022-м начале 2023 года. Так что и 6-7% в долларах от аренды показатель весьма приличный. За год в местных фунтах недвижимость подорожала почти в полтора раза. Но тут, как и в Турции, правильнее считать в долларах и евро. Иностранцы вкладывают все-таки в валюте. Ну а египетский фунт нестабилен. Инфляция в стране подбирается к 40%. И получается, что за год в евро цены выросли на 5-10%, а в долларах на 12-15%. Такой разброс как раз и объясняется нестабильной статистикой даже в течение нескольких недель. Но для россиян Египет сейчас это не только инвестиционное, но и иммиграционное направление. Страна все активнее презентует схему получения гражданства, параллельно делая прозрачные процедуры. Более того, в ближайшее время в Россию приедет несколько высокопоставленных чиновников, отвечающих именно за данную программу. Об их приезде, о возможностях очной встречи с ними и вообще о гражданстве Египта мы поговорим уже 8 ноября на вебинаре с экспертами компании Apex Capital Partners. В описании к ролику ссылка на вебинар, ссылка на наш телеграм, ну а участие в вебинаре бесплатное. Ну а я прощаюсь с вами на неделю. Мира и безопасности всем это по-прежнему более чем актуально. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok